Всем привет! Хочу рассказать, как мне, совсем без навыков и опыта, удалось уложить плитку на далеко не идеальное основание, без материалоемкой и трудозатратной стяжки. К тому же это еще и керамогранит. Когда делятся опытом профессиональные плиточники, наверняка может сказаться замыленность впечатлений, поэтому часто их рассказы сухие и безэмоциональные. А вот чайник, который применил простой алгоритм и у которого все получилось, другим чайникам сможет рассказать и показать более доходчиво и наглядно. Так мне кажется. У меня не было возможности воспользоваться лазерным приспособлением, чтобы задать ровность первого ряда плитки. Сделал это при помощи начерченной на основании линии и дополнительно проконтролировал при помощи ровной рейки. Поскольку плитку укладывают на открытом балконе, то для того, чтобы вода лучше стекала, здесь имеются уклоны. Они уже заданы поверхностью основания. В этой плоскости уклон идет от края к центру балкона. В районе двери уклона нет, а затем снова появляется. Уже в обратную сторону тоже к двери. А в этом направлении поверхность имеет примерно одинаковый уклон от двери или стены дома в сторону улицы. Поверхность вогнутая по длине и при этом еще наклонена наружу. В общем, какая-то сложная параболическая форма. Мне пришлось запомнить нужные отклонения пузырька уровня и пытаться повторить их на укладываемой плитке. Тем, кому требуется получить горизонтальную поверхность, будет проще. Нужно всего лишь стремиться, чтобы пузырек был по центру. Основание сносное, но не идеально ровное. Поэтому для достижения нормального результата приходится варьировать толщиной слоя клея от нескольких миллиметров до почти сантиметра. Как новичок решил использовать систему выравнивания плитки сокращенно СВП. Продаются такие наборы во многих строительных магазинах. При размере плитки 60 на 18,5 см толщину швов делаю в 3,5 мм. Думаю, что СВП это только для нас, чайников. Нормального мастера плиточника она только затормозит. Поэтому если плиточник просит добро заказчика на использование СВП, возможно стоит наторожиться. Вдруг он вовсе не плиточник, а дилетант с большой дороги. Я купил минимальный набор и докупил потом только нижние части, так как клинышки многоразовые. По инструкции на упаковке керамогранита при укладке палубой смещение плиток соседних рядов рекомендуется не более одной трети длины. Связано это, наверное, не с тем, что над этим долго думали плиточные дизайнеры, а с тем, что плитка дешевая и поэтому достаточно выгнутая. И, например, при укладке кирпичек максимально подчеркнется кривизна ее плоскостей. Ничего не нужно выдумывать. Всю нужную информацию я нашел на мешке с клеем. Например, зависимость размера зуба терки и оптимальной толщины швов от размера плитки. Возможности работать целый день у меня не было, поэтому за раз я укладывал несколько рядов. Температура на улице прохладная осенняя, поэтому клей быстро не схватывался. И швы я вычищал строительным ножом и кистью уже на следующий день. Вместо кисточки сначала хотела воспользоваться новым беспроводным пылесосом жены, который она подобрала на Е-каталоге. Но внезапно началось. Я о нем так давно мечтала, сколько моделей пересмотрела, сравнивала, отслеживала динамику цен, чтобы купить в удачный для семейного бюджета момент. А ты хочешь его сломать. Поэтому я решил и дальше продолжать работать строительным ножом и кистью. Но ссылки на Е-каталог все равно оставлю под видео. Так как здесь я себе удачно подобрал новую экшн-камеру, давно и тщательно присматриваю мощный компьютер, приобретаю кое-что из инструментов. А еще Е-каталог поможет не ошибиться с магазином, в котором выгоднее всего приобрести нужный товар. Поэтому обязательно заглядывайте. На основание нанесена эластичная гидроизоляция. И чтобы случайно ее не повредить, действовал ножом с осторожностью. Все остатки клея смывал губкой после прочистки швов. Посмотрев несколько мастер-классов, понял, что сейчас повсеместно, где надо и где не надо, почти все перед укладкой без памяти льют самовыравнивающиеся наливные полы. В моем случае наливной пол вообще не вариант. При таких уклонах он просто сечет за борт. Поэтому тратиться или вы тратиться на него, дилеммы не было. Даже если бы и был вариант им воспользоваться, я, скорее всего, предпочел небольшой перерасход клея взамен этого этапа. У меня не пропадает ощущение, что нам постоянно пытаются всучить что-то дорогое и лишнее. Если систему выравнивания не установить сразу, то на следующий день ее придется забивать. Поэтому лучше вставлять по свежему клею. Потренировавшись и размявшись, готов продемонстрировать вариант укладки, к которому пришел. Для этого клей замешивал погуще. Его консистенцию проверял следующим способом. Если воронка, полученная на высоких оборотах, вот так оплывала, значит смесь жидковата. Добавляю еще, размешиваю. И вот теперь уже практически не оплывает. А это значит все гуд. Кому понятнее вот так, клей использовал такой консистенции. Клей эластичный с фиброволокном. Особенность укладки керамогранита в том, что нужно мазать и плитку, и основание. Но смачивать предварительно не нужно, так как керамогранит воду практически не впитывает. На плитку слой наношу не толстый. Для тех, кто может не в курсе, зубчатая терка и зубчатый шпатель предназначены для нанесения слоя клея одинаковой толщины. За счет зубьев высота бороздок из клея всегда остается одинаковой. И толщина клея будет одной и той же. Менять толщину можно, применяя инструмент с разными размерами зубьев. Наносить рекомендуется держать шпатель или терку под 45 градусов к поверхности. Но все это лишь для идеальных условий настоящих евроремонтов, соблюсти которые нам, постсоветским людям, удается нечасто. Сам я это узнал сравнительно недавно, когда занимался стенами своего дома за тысячу долларов. Век живи, век учись, как говорится. Поскольку поверхность не идеальная, то и стремиться к одинаковой толщине клея смысла нет, а следовательно, зубчатые инструменты бесполезны. Слой стараюсь пронести параллельной плоскости уже уложенной плитки. Ниже примерно на толщину плитки. Теркой наношу только неглубокие бороздки по короткой стороне, чтобы воздух легче покидал подплиточное пространство. А дальше, дело на ваших глазах приобретаемой техники. Придаю вибрацию, уложу плитку немного в сторону, чтобы лишний клей легче выдавливался со всех четырех сторон. Из инструкции на мешке клея следует, что при укладке плитки, которая будет эксплуатироваться под открытым небом, требуется добиться заполнения клеем не менее 95%, а это не шутки. Субтитры делал DimaTorzok Надеюсь, у меня после серии этих тщательных выдавливаний заполнение не меньше. При визуальном приближении поверхности к требуемой, начинаю контролировать уровни. Когда показания пузырька меня устраивают, и уровень почти перестает тереть об укладываемую плитку, то все норм. Ну и так еще проверяю. И так тоже. Субтитры делал DimaTorzok Ну и так еще проверяю! Фиксирую систему выравнивания. Губкой удаляю лишний клей. Забиваю крестики. А также провожу обязательный окончательный контроль. Реконструкцию балкона начал еще летом. Но разные неотложные дела не позволили ее тордажей закончить. На дворе уже поздняя осень, и вот-вот могут полететь белые муки. Об этом напоминают холодные ночи с заморозками, от которых приходится прятать результат моего труда. Если клей подмерзнет, ни к чему хорошему это не приведет. Работа идет не очень быстро. Сказывается нехватка опыта и желание получить качественный и надежный результат. При ускоренном воспроизведении заметно, что осенние тени движутся быстрее, чем моя работа. А так как быстро и тогда меряно нобит перерывов, то и эта работа будет сделана. И снова морозная ночь. А вот балкон в самом начале реконструкции. Швы старой плитки выглядят неаккуратно, из-за того, что года 4 назад я по ним прошелся силиконовым герметиком, который спасал нас от сильных протечек все последнее время. Поэтому в силу этого герметика я очень верю. За почти полтора десятка лет жизни в собственном доме посидеть на балконе и понаслаждаться жизнью пока времени не было. Но надеюсь еще будет. С плиткой все понятно, с ней разобрались. А дальше информация для постоянных зрителей моего канала. Особенно тех, кто следит за проектом «Дом за 1000 долларов». Ну и тех, кто искал пособие по укладке плитки для новичков, тоже не переключайтесь, вам должно понравиться. Я уже рассказывал, как пришлось размолотить старые стяжки, пришедшие в негодность из-за некачественной гидроизоляции. Уклон к прежней плитке был получен увеличением толщины клея, что с изотой сегодняшних знаний считаю, конечно, неоправданно дорогим удовольствием. Поэтому для нового варианта утепления и гидроизоляции балкона решил применить методы, которые использую в своем проекте «Дом за 1000 долларов», освещаемые на YouTube-канале «Песни Яши Косяка». Напомню, что об этом есть подробное видео, ссылка на которое оставлю под этим. В нем я рассказывал, как сделал надежный, дешевый, легкий, теплый, очень простой композитный материал из повсеместно доступных компонентов. Под тем роликом было оставлено немало предостережений, связанных, вероятно, с тем, что такой метод доселе почти не использовался. Кстати, в том числе и поэтому укладывать плитку сильно не торопился. Хотел все проверить, пока ни одно из опасений не сбылось. Все удалось организовать совсем тонкими, армированными стеклосеткой и слоями. Поверхность получилась сразу вполне удовлетворительная. Гидорезовиацию решил использовать эластичную двухкомпонентную. Компонент А смешивается в определенной пропорции с компонентом Б. Первый слой наносится кистью махловицей, а второй через некоторое время в перпендикулярном направлении шпателем. Все примыкания и стыки плит проклеил специальной эластичной лентой. Преимущество такой гидорезовиации перед битумной в том, что плитку можно укладывать непосредственно на нее без дополнительной стяжки. Осталось загерметизировать швы, для чего рассматриваю возможность применения одного силиконового герметика, и уложить бордюры из той же разрезанной вдоль плитки. Отлив приклеил на полиуретановую клей-пену. Ставьте большой капалит вверх, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на второй канал, посвященный более широким житейским вопросам, чем строительство и самоделки. Подписывайтесь на мой ТикТок, там тоже есть кое-какая информация, ссылки под видео. Обязательно жмите еще и на колокольчик, и тогда я вас точно буду информировать. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok